МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИТ ПЯТЁРКА В белых майках это команда Ангелина Маркевич. В черных майках команда Тимофея Ложечка. Итак, с сегодняшней игрой мы должны доказать, что абсолютно любой человек, абсолютно из любой школы, не из суперлицея, не из супергимназии, а из простой нормальной городской школы, не обязательно городской, может играть в нашу РУДИТ ПЯТЁРКА. Ну, а тем более в такие замечательные летние денечки. Итак, внимание, РУДИТ ПЯТЁРКА, ИГРАЕМ! Ангелина, первый вопрос к вам. Кто готов играть в нашу БЛЕФ-игру? Кто готов донетить? То есть отвечать на мои вопросы да, либо нет. У кого самая сильная интуиция? У Дмитрия. У Дмитрия. А, в девичьей команде самая мощная интуиция у мужика Дима. Готовьтесь. Тимофей, тот же самый вопрос к вам. Кто у вас обладает женской чистой интуицией? Донетить будет Настя. Настя. Хорошо. Итак, Дмитрий против Насти. Вперед! Прекрасно. Руку на кнопку. Не забывайте, что есть ключевое слово кодовое. Это слово либо вперед, либо играем, либо марш, либо старт. До этого наш электронный судья БДИТ будет считаться фальстарт. Итак, начнем. Верите ли вы, что герой Жюля Верна совершил кругосветное путешествие за 80 дней? Марш. Настя успела. Верю. Верю. Да, 80 дней вокруг света. Роман Жюля Верна. Первые пять очков, первый правильный ответ человека. Хорошо. Верите ли вы, что бамбук – это дерево? Старт. Прошу. Верю. Верите. Неправильно вы верите, бамбук на самом деле – это трава. Вот теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что стихи про муху-муху-цокотуху, ну помните, муха-муха-цокотуха, муха по полю пошла, муха денежку нашла, написала здесь стихи Маршак. Старт. Верю. Верите, да? Мама вам не те стихи немножко читала. Это Корней Чуковский, чтобы вы были в курсе. Играем дальше. Ну, реакция великолепная. Играем. Верите ли вы, что изумруд – это зеленый драгоценный камень? Старт. Верю. Верите, конечно. Это правильный ответ. Ну, женщина, драгоценные камни – все понятно. Ну и заканчиваем. Верите ли вы, что на золотом крыльце из детской считалочки сидело шесть человек? Старт. Настя, прошу вас. Не верю. Давайте считать. На золотом крыльце сидели царь. Раз. Царевич. Король. Дальше, Настя. Королевич. Королевич. Сапожник. Портной. Шесть. Шестеро, так что все в порядке. Если не ошибаюсь, счет у нас, Настенька, вы вообще великолепно сыграли. 10-0. Следующий бой, вперед. Темы – дуэль игры. Первый бой. Поехали. Второй бой – зеленый мир. Обо всем зеленым, обо всем растущем, но не только. Третий бой – все это. Четвертый бой – посчитаем. Ну и пятый бой – самый замечательный детская литература, детские сказки, детские книжки. Детские стишки. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов. Взять, вперед. Время и стекло. Хватит, хватит, хватит. И Ангелина все сказала своим игрокам. И Тимофей настроил всех. Всем удачи. Начнем. Ангелина. Кто подобно Юрию Алексеевичу сейчас нажмет кнопку и скажет «Поехали». Я думаю, что это будет Ариана. Ариана. Хорошо. Редкое имя. Тимофей, у вас? Поедет Паша. Поедет Паша. Итак, Ариана против Паши. Вперед! Итак, Ариана против Паши. Именно из уст этого человека прозвучало ставшее знаменитым название темы. Поехали. Гагарин. Гагарин, конечно. Итак, Ариана принесла своей команде первые пять очков. Поехали. Продолжаем. Это средство передвижения. Рассчитано на одного человека. Имеет восемь колес. И совершенно не загрязняет атмосферу. Что? У вас фальстарт. Извините, Паша. Ключевое слово не услышали. А вот теперь старт. И Ариана думает, что же за средство такое? Восемь колес. Атмосферу не загрязняет. На одного человека. Не знаешь? На самом деле это ролики. Те самые ролики. В самом деле один человек и атмосферу не загрязняет абсолютно. Играем. Не сходите с ума. Тогда она точно не поедет. Тихо шифером шурша. Старт. Такси. Такси. Понятно. Такси. Тихо. Шифером шурша. Едет. Едет Яндекс. Не спеша. Да. А Ариана. Понятно. Не сходите с ума, я сказал. Когда человек сходит с ума, что у него едет? Крыша. Крыша, конечно. Все нормально. Играем. Гужевой транспорт. Гужевой транспорт. Это лошади. А вот еще назовите хотя бы какой-то гужевой транспорт. Старт. Да. Ослик. Ослик, да. Ослики, быки, верблюды, ламы, собаки и даже ездовые коты в мультике есть. Прекрасно, Паша. Он отправил в сторону Марса автомобиль Тесла с манекеном с рулем. Как это вам? Старт. Да. Илон Маск. Как это тебе, Илон Маск? Браво, Паша. Отлично. И команда черномаечников, команда Тимофея выходит вперед с отрывом. 20 очков у нее. Ну, Ариана 5 принесла. Играем следующий бой. Вперед. Ангелина, кто у вас разбирается в зеленом? Пойдет Аня. Пойдет Аня. Великолепно. Тимофей у вас? Пойду я. Отлично. Аня против Тимофея. Вперед. Аня! 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 Тимофей такой серьезный, солидный товарищ. Чувствуется, вышел как штангист к штанге. Сейчас как дернет. Играем. Это луковичное растение семейства лилейных стало одним из символов Голландии. Что за растение? Старт. Прошу. Тюльпан. Тюльпан, конечно же. Это второе название шоколадного дерева. Старт. Прошу. Какао. Какао, конечно же. Отлично. Играем дальше. Из этой травы даже делают мебель. Старт. Бамбук. Бамбук, конечно же. Повторение пройденного того, что вы с вами играли на блеф игре. Играем. Это растение, к сожалению, европейцы узнали, раскурив с индейцами трубку мира. Старт. Что за растение такое? Да, Тимофей. Конопля. Конопля? Нет. Конопля пришла чуть позже. А может быть, чуть раньше. Я не помню. Другое растение, к сожалению, курили трубку мира. Что за растение? О! Невинные дети. То есть коноплю они уже знают. А вот что курить вредно, а курят обычно табак, они еще не выучили. Вот и слава богу, и не делайте, и не пытайтесь пробовать на себе, не курите. Играем дальше. Старуха Шапокляк из фильма про Чебурашку радовалась, что он зеленый и плоский. Кто? Старт. Анечка. Крокодил. А как крокодила звали? Гена. Гена, правильно, это правильный ответ. И на крокодиле-гене мы заканчиваем все зеленое. Анна, я должен вас обрадовать, вы немножко сократили разрыв. 15 у белых, 30 у черных. Следующий бой, вперед. Третий бой, нужно будет продолжать какой-то смысловой ряд, вернее сказать, к чему относятся все названные части этого ряда. Итак, все это, то есть вот Ариана, Аня, Ангелина, Дмитрий, все это команда белых, например. Итак, Ангелина, кто у вас готов? Я думаю, Дима. Дима. Дима, это ваш второй и последний выход, больше двух раз у нас к стойке не ходят. У Тимофея герой, который все знает про это. Пойдет Глеб. Глеб, прекрасно. Итак, Дима против Глеба, вперед. Итак, играем. Все это. Эмбрайр, комета, каравелла, боинг, Ту-144, все это, старт. Борт, корабль. Борт, корабль. А вот я молчу. Судно. Судно, понятно. Хорошо, у вас есть идея какая-то, Глеб? Нет. Вот, боинг, каравелла, комета, Ту-144, суперджет сухой. Все это самолеты. Играем. Дальше идем. Шелти, Курцхар, Мастиф, Ризеншнауцер, Пикинесс, Терьер. Все это. Поехали. Собака. Собака, это правильный ответ. Тигр, Пантера, Клим, Ворошилов, Генерал, Шерман, Т-34. Все это, старт. Да. Это хищники. Это хищники, особенно Т-34, да? Понятно. А у вас? Танки. Танки, конечно же, господи. Играем. Буланая, саловая, каурая, гнидая, вороная. Все это. Старт. Кобыла, лошадь. Кобыла, лошадь. Все это масти лошадей. Великолепно, Дима. И заканчиваем. Благовещение, богоявление, сретение, преображение, воздвижение. Все это. Старт. Стройка, строительство. Строительство такие. Благовещение, преображение, воздвижение. Нет, вы не правы. Глеб, у вас есть идеи? Нет. Далеки, вы видно, от христианской жизни. Все это церковные праздники. Ну, Рождество, Пасха и так далее, и так далее. Разрыв все меньше и меньше. Дима поработал великолепно. 25 у белых, 35 у альтернативно белых. Следующий бой вперед. Ангелина, такой интимный вопрос. У кого из вашей команды по арифметике в третьем классе была десятка? Ну, представим, что это у Дианы. У Дианы. Диана. То есть считать до 10, по крайней мере, вы умеете. Прекрасно. Тимофей, кто у вас великий математик? Даша. Даша. Итак, Диана против Даши. Вперед. Тут все просто. Вы будете называть любую цифру, любое число, лишних слов не говорите. Итак, начнем. Сколько музыкантов в квартете? Старт. Четыре. Четыре, правильно. Кварта, четыре. Кватра. А вы получаете пять очков. Играем. Именно столько лап у насекомых. Поехали. Старт. Ну? Шесть. Шесть. На самом деле, да, насекомые – это шесть лап. Великолепно. У паукообразных больше. Играем. Это число считается числом дьявола. Время. Шестьсот шестьдесят шесть. И это правильный ответ. Христиане молятся, когда им придет в голову, а вот правоверный мусульманин обязан молиться определенное количество раз в день. А вот сколько? Число такое полукруглое. Старт. Три. Три. Больше. Ну, Диана. Шесть. Шесть. Вот на самом деле, пять раз в день мусульманин совершает намаз. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Смертных грехов у христиан именно столько. Сколько? Десять. Десять. Понятно. Даша? Меньше. Ноль. Ноль. Хорошо бы. На самом деле, смертных или основных грехов у христиан семь. Семь смертных грехов. И Даша немножко дернула свою команду. Вперед. Тридцать. Сорок пять. Отрыв. Пятнадцать очков. Следующий бой. Вперед. Ангелин, я так полагаю, что вы сами себе на сладкое оставили детскую литературу. Вы пойдете. Да. Хорошо. Тимофей, кто у вас детский литератор? Пойдет Настя. Настенька, это ваш второй и последний выход. Итак, Ангелина против Насти. Вперед. Итак, детская литература. Он интеллектуальный антипод незнайки в книжках Носова. Старт. Вот незнайка, а у него... А кто там еще жил такой? Умный интеллектуальный антипод. Понятно. Про знайку ничего не слышали? А-а-а, господи. Интеллектуальный антипод. Сколько слов странных. Играем дальше. Его друзьями были Пятачок, Кролик, Тигра и даже Кенга. Старт. Да. Винни-Пух. Винни-Пух, конечно. Хотя, если бы вы сказали Христофера Робина, я тоже принял бы. Это владелец Винни-Пуха. Играем. С этими птицами совершил путешествие в Лапландию маленький мальчик Нильс. Старт. Гуси. Ах, что так неуверенно. Гуси в путешествие Нильса с дикими гусями. Великолепно. Настя. Ангелин, держите за кнопку. Итак, внимание. Она обещала Каю подарить весь мир и пару коньков в придаче. Кто она? Старт. Снежная королева. И это правильный ответ. Ну и, думаю, все вы знаете, кто пошел на базар и за денежку купил там самовар. Старт. Муха-цокотуха. Муха-цокотуха, конечно же. Итак, равная игра. И Настя показала себя, и Ангелина так, стряхнув прежнюю неуверенность. Итак, белые 40, черные 55. Следующий бой. Итак, у нас тест-игра сегодня будет про то, без чего, собственно, интернет существовать не может. Без котиков. Про котов у нас игра. Ангелина, кто у вас знаток вот этих вот милых, пушистых, вредных и прожорливых созданий? Аня. Аня, хорошо. Тимофей, кто у вас кошатник главный? Паша. Паша, о-о-о, заметно. Итак, Аня против Паши. Вперед! Итак, про котов. Начнем. Про родиной домашней кошки считается А. Северная Африка, Б. Средняя Азия и С. Южная Америка. Старт. Прошу. Азия. Азия. Средняя. То есть вариант Б. Хорошо. Это неправильный ответ. Аннушка, у вас? А. А. То есть Северная Африка. В Северной Африке. Да, кошки там, собственно, и появились. С игры мог бы Паша взять 10 очков, но Аня на подборе заработала 5. И разрыв немножко сократился. Играем. Древние египтяне, вот те самые, в стране которых зародились, собственно, домашние кошки. Так вот, древние египтяне ходили с кошкой. А. На работу. Б. На рыбалку. И С. На охоту. Старт. Успел. Куда? На рыбалку. На рыбалку. Не, на рыбалку. Это сейчас с кошками ходят. Наловил и отдал кошке. Потом же не рассказываешь, я все, что наловил, отдал коту. Анна. На охоту. На охоту. Дело в том, что первые кошки были крупными, такими рысеподобными. И с ними древние египтяне. И в самом деле ходили фростники на охоту птиц ловить и мелких животных. Браво, еще 5 очков. К 10 веку, к 10 веку, кошки появляются наконец-то на Руси. И появляются они А. У монахов-отшельников. Б. У князей-бездельников. И С. У крестьян-рукодельников. Поехали. А. У монахов-отшельников. Вы знаете, первые кошки, в самом деле, на Руси появились в монастырях. Браво, 10 очков. Анна, вы уже вплотную подошли к статусу самого ценного игрока. Играем. Вот у пророка Мухаммеда, который основатель ислама, у него была кошка Нуэза. Так вот, в память о любимой кошке пророка, кошкам у мусульман разрешается заходить. А. В гарем, Б. В мечеть, Ц. В рай Аллаха. Старт. Прошу. В мечеть. В мечеть. Абсолютно правильный ответ. Играем. В народе говорят, кто кошек любит, тот будет любить. А. Молоко. Б. Жену. Ц. Песни. Старт. Анна. Молоко. Молоко. Кто кошек любит, тот молоко будет любить. Паша. Жену. Жену, конечно. Вот добрый человек, раз он кошек любит, значит, с женой у него все в порядке будет. Итак, Паша, вы рывком увели свою команду от равного счета. 60-70. Ваши пока побеждают. Играем дальше. Вперед. Слайд-игра. Картинки наши. Любимейшее развлечение наших игроков. Буква, картинка. Нужно сказать, что изображено. Ангелина, кто потянет эту невероятную интеллектуальную нагрузку? Ариана. Ариана. Хорошо. Тимофей. У нас Даша. Даша. Итак, Ариана против Даши. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего жать не нужно. Начинается игра без кнопки. Ведущий показывает своей волшебной указочкой на экран. Вы внимательно смотрите, внимательно думаете, поворачиваетесь к зрителям и гордо отвечаете. А ведущий говорит, нет, у соперника есть шанс. Итак, Даша, играем с вами. Буква А. Асфальт. Да, правда, он пишет через букву «Ф». Асфальт. Ну, говорят, да, в народе и так его называют. Хорошо, 15 очков получили. Играем с вами, Ариана. Арианочка, что это за чудо такое? Не? Не. Дашенька. Ну, я предположу, может быть, бульдозер. Бульдозер? Нет. Это он и есть, конечно. Десять очков на подворье. Хорошо. Даша, с вами буква «В». Не расслабляйтесь. Даша, что это? Не. Может, Ариан знает. Не. Вот это «Вереск» или «Верас» по-белорусскому. Ариан, играем с вами. Буква «Г». Буква «Г». Ну, как называется этот автомобиль, на котором маршрутки в основном держатся? Не? Не знаете? Даша. Газель. Газель, конечно же. Что же это еще может быть? Газель. Газель. Буква «Д». Прошу. Долматинец. Долматинец. Один из сто одного. Тот самый, 15 очков. Великолепно. Даша играет. Практически без ошибок. Буква «Е». Фамилия мужика. Поэт, говорят, был очень хороший. Все пройдет, как с белой яблой дым. Ну, на букву «Е». Даша. Есенин. Сергей Есенин, конечно же. Плюс 10. По-моему, это разгромный счет. Даша, продолжаем. Это буква «Ж». Это «Жемчуг». Ну, «Жемчужина». «Жемчуг», «Жемчужина», конечно же. Продолжаем. Ариана, я вот мечтаю услышать ваш голос. Это буква «З». Заключенный. Заключенный «З», конечно же. Моя мечта сбылась. Ириана дала правильный ответ. Даша, играем с вами. Даша, что перед вами? «И». 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 Острик «И». Понятно? «И». «Ирис», конечно же. «Ирис». 10 очков Ариана взяла. И последний шанс ее. Это буква «К», Арианочка. «Коронавирус». «Коронавирус». Вот так он выглядит. Ариана на последних секундах вытянула последние картинки. 100. Ровно 100 у команды «Белых». 145 у команды «Тимофея». Таких темных, темные наши лошадки, но быстро очень бегают. Следующий бой. Вперед! «И». «И». Риск игра. «И». Риск игра. Единственная игра в нашей эрудит пятерке за неправильный ответ, который полагается штраф. Правильно отвечаешь. Плюс 20. Неправильно. Минус 20. Должен идти самый сильный, самый умный, самый-самый, в общем, игрок. Ангелина, кто это у вас? «Я». Я в этом не сомневался. «Тимофей». «Я схожу». Сходите. Капитанский бой. Ангелина против Тимофея. Вперед! Не забывайте о страшном слове «фальстарт». Если вы жмете кнопку до моего ключевого слова, значит, вас не поймет наш электронный судья и присудит вам большой-большой срок. Итак, внимание. Руки на кнопки, ушки на макушке. Играем. Риск игра. Тема. Поехали. С их помощью дается старт в гонках «Формулы-1». У нас они чуть ли не на каждом перекрестке. Поехали. Тимофей. «Свенофоры». «Свенофоры», конечно же. Плюс 20. Ангелина, вам нужно догонять. «Зеленый мир». Социальная реклама советует всем пользоваться зеленым транспортом. А что это такое? Старт. Велосипед. Велосипед, да. И, по-моему, Ангелине уже шансов практически не осталось. Но, тем не менее, до конца будем сражаться. Все это. «Сфинкс», «Персидская», «Русская», «Ангора», «Бобтейл». Все это. Старт. «Коты». «Коты», «Кошки», «Породы кошачьих», «Породы кошечек». И посчитаем. Столько лучей у снежинки. Старт. «Семь». Минус 20 очков, Тимофей. Интрига появилась. Итак, можно отвечать, можно не отвечать, Ангелина. Но вам-то терять нечего. Итак, сколько же лучей у снежинки? Будете отвечать? Отвечать будете? Нет. Нет. Что вы теряли? На самом деле, шесть лучей у снежинки. И теперь вы это знаете. И заканчиваем. Детская литература. Так называлась яхта капитана Врунгеля до начала путешествия. Старт. Победа. И это ваша победа, Тимофей. Браво! Верьте в себя. Играйте с нами. Ну и, как обычно, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Играйте с нами.